16 вопросов в повестке дня, и только один из них вызвал бурную дискуссию. Депутатам предложили одобрить освобождение операторов почтовой связи на три года от уплаты земельного налога. Правда, касается это только имущества в сельской местности. Законопроектом предлагается установить налоговую преференцию в виде освобождения от уплата налога на имущество для организации, основным видом экономической деятельности которых является деятельность почтовой связи общего пользования в отношении имущества, расположенного в сельской местности на территории Республики Мордовия. Также предлагается установить ряд обязательных условий для того, чтобы воспользоваться этой льготой. У депутатов возник вопрос, почему акционерное общество получит помощь из бюджета Республики. В правительстве Мордовии есть куратор этого направления. Первому вице-премьеру Игорю Фрейдину предоставили слово. Да, Почта России – акционерное общество. В связи с тем, что акционерное общество, основная задача любого акционерного общества – это извлечение прибыли. Сегодня по всей стране в Почте России идет серьезная реорганизация с точки зрения избавления от тех подразделений, которые являются убыточными. Почему мы вышли, ну в том числе поддержали эту инициативу? Потому что ни для кого не секрет, что отделения почтовой связи, которые у нас сегодня работают в сельской местности, они живут за счет тех отделений, которые городские. И тут возникает вопрос доступности услуг. Если на селе закроется почтовое отделение, то большинству людей преклонного возраста будет просто негде платить за коммунальные услуги. Электронными сервисами они почти не пользуются. Также депутаты утвердили назначение ряда мировых судей и выслушали годовой отчет о деятельности Главного управления МЧС России по Мордовии. Евгений Волков, Андрей Просвиркин. Наши новости. Евгений Волков, Андрей Просвиркин.